добрый вечер сегодня вот хочу рассказать про свой небольшой ножичек португальской компании под названием мам история фирмы весьма себе давнишняя мы видим на рукояти дату рождения этой фирмы 1870 год я думаю это действительно год зарождения фирма португальская название это аббревиатура аббревиатура имени родоначальника мануэль антонио мартинс вот первые буквы имени что рассказать об этом ноже появился у меня в качестве подарка на новый год от моей дочери до того момента я об этой фирме не знал ничего совершенно никогда не попадались меня ни на глаза ни где-то даже в интернете на обзорах как-то почему-то проходило все мимо них и вот в один из новых годов скажем так насколько это правильно неправильно так говорить вот такой подарочек меня нашел дочка заказала где-то я так понимаю в интернет-магазине знаю мою любовь к ножам вот такой вот ножичек когда его открыл коробочку он был такой белой коробочкой фирменный не сперва так как-то показалось что так это просто сувенирная что ли вещь что-то на вроде магнитика холодильник но знаете когда его взял в руки открыл открывается таким вроде простым лично для меня почему-то приятным щелчком слышали такой щелк прям такой маленький шарик что ли какой-то лопается вот такой звонкий прикольный звук я его открыл я его взял в руки и все я его полюбил да он сделан просто это простой нож это его деревяшка такая оковочка сам клинок и вот такой интересный португальский вариант лайнер лока почему я говорю что в интересный португальский потому что он отжимается в непривычную для нас сторону вот не влево как вы привыкли отжимать лайнер а наоборот вправо вот отжал и тогда клинок закрыл непривычный но прикольно прикольно сделано просто пластинка вот она начинается здесь же рядом с клинком она поджимает клинок с одной стороны а там лайнер так вот разрезом и тянут и получилась такая вот пружина замок лайнер лок по-португальски очень прикольно я во первых никогда не видел лайнер локов до того встроенных вот так по простому в деревянную рукоять вообще без затей все так просто и гениально вообще огонь сталь на этих ножах немецкая фирмы круп там марку я не вызову там куча цифр там такое прям длинное название я решил не выпендриваться древесина древесина закупается насколько мне известны во франции используется бук ясень вишня и африканская бубинга что это я не знаю но почему то хочется верить что вот такое красное дерево это как раз вот бубинга ножичек очень легкий очень легкий он небольшой я так понимаю что есть и большего размера и есть и меньшего размера есть вообще такие прям малыши малыши прям брелочки которые даже не имеют никакого замка это даже проще чем слеп джойнт потому что все джойнте хотя бы есть небольшая пружина которая поджимает клинок сверху там нету и этого что дел сказать он просто это вот не не винт это просто заклепка сквозная и это мне нравится что вот такой вот простой он чем-то похож по своей так сказать характеристикам по своим с известными ножами фирмы опернель многие их сравнивают между собой но все-таки это разные ножи здесь явный подвод имеется у ножа вот такой достаточно широкий далеко не идеально выполнены вообще нож и весь не идеально выполненный но это не умаляет его качество вот смотрите если мы посмотрим сверху клинок завалим в левую сторону ну и что это нож не для скажем хвостовства нож не для попыток доказать какое-то техническое превосходство какие-то возможности технические производства это нож для простых людей с простыми примитивными задачами порезать себе закуску почистить себе яблоко отрезать какую-то мелочь простые бытовые задачи ничего там понятно что он не для силовой работы это ты не будешь этим ножом стругать сосновый сук чтобы сделать себе шалаш в лесу это это нож такой вот португальские дисси он прекрасен тем что в моем случае это очень компактный нож очень легкий очень простой я вот не буду переживать что вы пример почистив там яблоко или там не знаю что то порезав какую-то колбасу у меня загадятся там подшипники они заржавеют с ними станет какая-то беда я вообще не буду переживать это нормальный человеческий инструмент но при этом с душой в отличие от опинелли сейчас достанем мой опинель вот опинель девяточка кстати да девяточка вот чтобы вам сравнить по размерам опинель номер девять и вот мой обожаемый мамчик это просто малышок и это нож который ну ладно это мы уже как-то видели в прошлом обзорах этот нож я бы позиционировал как нож для путешествий здесь собой куда-то в поезд в автобус положить в бардачок машины вот обычный резачок для каких-то простых ежедневных задач нож для путешествий почему нет в легкий простой он дешевый но в отличие от опинеля я не знаю вот от чего это зависит может от того что опинель так раскрученный он уже просто стал приторгом может что-то другое но не знаю вот эти вот этот мам не нравится намного больше во первых не нравится у него изначально продуманная рукоять том плане что здесь вот есть эти грани и нож намного более удобен им проще как-то оперировать в общем ты представляешь как у тебя направлен клинок более удобен хотя вроде рукояточка буквально небольшая вот у меня ладошка небольшая ну рукоять того меньше можно взять наши под самый клинок тогда да в моей ладошке у меня его ладошка и ладонь ну все равно скрывается практически полностью здесь вот немножко из-под пальца выглядывает обалденный нож не знаю вот он душевный он какой-то знаете он какой-то такой добренький он такой какой-то вот да вот примерно он какой-то добренький он как не знаю как какой-то вот твой близкий родственник что ли такие вот какие-то ощущения интересные дает в отличие от опинели опинели это просто инструмент и для меня он не имеет скажем какой-то душевности это легендарный нож с хорошими так сказать показателями прекрасным резом отличным резом с интересным замком очень это конечно вот придумка этого замка вот ну это очень интересное решение что он подклинивается и так в закрытом положении он фиксируется и в открытом положении он фиксируется вот этим поворотным кольцом это очень интересное решение очень оно казалось бы простое но придумать это простое решение я бы наверно не придумал в общем это был гений кто это придумал это отличная идея ну вот не знаю в таком виде который был сейчас у меня после моих так сказать изменений я вот сделал ему как раз эти грани срезал тут вот кончик сделал выемку для удобства раскрытия ножа одной рукой он стал конечно для меня более скажем близким более душевным но в соковом варианте опенель все таки такая хорошая штучка ну как то лично для меня без души а вот этот португалец который куда меньше раскручен вот это вот простота такая какая то она подкупает меня не знаю я не могу это объяснить вам он очень приятен кстати забыл сказать в моем случае клинок покрыт как здесь вот написано титаниум видимо это какое то титановое напыление на клинке для чего ну наверное чтобы не ржавел хотя я не знаю ржавеет ли это сталь я не узнавал как бы я посмотрел что сталь немецкой фирмы круп там набор каких то цифр букв довольно длинная маркировка вот ну видимо ржавеет и вот есть такое покрытие но такой оттенок бронзовый имеет интересный тоже для меня такое ну открытие скажем так было до этого ножа я такого не видел именно таких покрытий прикольно вот что еще можно сказать я про него особо ничего не скажешь он простой простой но душевный вот вот кто хотел взять опинель если у вас есть возможность взять в руки и то и то перед покупкой сделайте это это разные ножи они очень похожи по своему так сказать по своей задумке по своим каким то качествам но это разные ножи и их надо сравнивать конечно руками воочию потому что ну для меня как выяснилось вот этот нож очень приятен не знаю в чем дело но вот он он прикольный обратите внимание на эту фирму она я считаю достойно внимания не меньше чем известные опинели лично для меня вот выбор все таки будет будет всегда в сторону мама не знаю почему но это так он для меня как то ближе душевней теплее что ли как то вот именно по восприятию вот такая вещь это знаете это как нож какого то нож дедушки вот ты любишь своего дедушку а у моего любимого дедушки например есть нож и вот это вот это можно было бы показать как нож любимого дедушки вот что то такое доброе такое близкое в нем есть вот такое для себя сделал открытие благодаря дочери большое ей за это спасибо это было и приятный и подарок он дорог мне как подарок но я скажу честно он мне дорог и как именно как изделие как нож это он занимает не последнее место в моей коллекции вот в общем то все все не буду растягивать видео всем спасибо до свидания любите ножи до свидания до свидания до свидания